Здарова, народ! Меня зовут Илья Сигачёв, и это проект Asus Studio. В этом видео я вам расскажу, как разнообразить свою ленту в Instagram стилёвой фотоиллюзией. Зацените! В этом видео я буду работать на ноутбуке Asus ProArt Studio Book 15. Тот случай, когда компактность идеально сочетается с производительностью. 15-дюймовый экран, мощнейший Nvidia Quadro RTX 5000 Max-Q и Intel Core i7. И всё это весит чуть меньше 2 кг. Идеально для творческой работы. Всё, что вам нужно для реализации данного проекта, это камера. И, в принципе, вы можете использовать простой современный смартфон, и этого будет вполне достаточно. В нашем случае я использовал Asim R2, и мы снимали с возвышенности. В принципе, это может быть всё, что угодно. У нас это мост. Если у вас вдруг нет товарища, можете использовать удалённое управление и штатив. Тоже рабочий вариант. Я снимаю, на самом деле, достаточно часто таким образом. Но вот сегодня мне повезло. Глеб помог, спасибо тебе. Вот такая фотография у нас получилась в итоге. Там, на самом деле, серия фоток. Выбрал я вот эту, где иду по пешеходному переходу. И для того, чтобы не делать лишнюю работу, нужно сразу определиться с той областью, с которой я буду дальше работать. Соответственно, дома — это лишнее. Делаю копию слоя на всякий случай. Ctrl-J — сочетание клавиш. Отключаю нижний слой. Теперь беру полигонал LASA Tool и удаляю ненужную мне часть. Вот здесь. Вот так вот выделяю. Для начала можно сделать это вот в такой грубой форме. Выделяю область, которую хочу сохранить. И нажимаю на маску. Бум. Перекрывается та часть, которую мы сейчас не видим чёрным. Белая — это то, что мы видим. Для удобства можно создать ещё один слой. Сочетание клавиш Alt-Backspace. Закрасить любым цветом, просто чтобы сильно в глаза не бросалась вот эта вот шахматная доска. Также я решил оставить белые полосы и убрать жёлтые. Для этого также можно использовать полигонал LASA Tool. И вот такими прямыми линиями выделять область, которую я хочу удалить. Выделяю. Выбираю маску. Кликаю. Alt-Backspace — сочетание клавиш. И при этом здесь у меня должен стоять чёрный цвет. Ctrl-D — снимаю выделение. Вот таким образом избавляюсь от полос. Чтобы каждый раз не делать выделение по новой, можно ещё зажать Shift. И таким образом за один раз убрать все вот эти вот ненужные жёлтые полосы. В этой области нужно уже быть поаккуратнее. Главное сейчас убрать вот этот ненужный основной массив. Также можно использовать LASA Tool для более гибкого вот такого вот выделения. Причём я это делаю мышкой. И как видите, смотрится вполне адекватно. Теперь мне нужно продолжить эту зебру вот в эту область. Для того, чтобы сориентироваться по расположению и по перспективе, я выбираю вот этот инструмент Line Tool. Если у вас здесь выбрано что-то другое, просто зажимаете левой кнопкой мыши, и у вас открывается вот эта менюшка. И выбираете Line Tool. Здесь в настройках вот Fill, Stroke, можно настроить толщину и как будет выглядеть эта линия. Выбираете сплошную, ставите там 3 пикселя примерно. Цвет абсолютно любой. И заполнение чёрным. Левой кнопкой мыши тянем линию. Не отпускаем. Ориентируемся на те полосы, которые уже есть. Спускаем. Сразу же создаётся слой, то есть его не нужно делать. Также опять берём этот инструмент и с этой стороны делаем метку. Теперь надо разобраться с другой плоскостью. Беру линию, этот же инструмент, провожу вот здесь. Делаю дубликат, Ctrl J и просто мышкой сдвигаю к следующему краю. Теперь выделяю через Shift, зажимаю Shift левой кнопкой мыши, верхнюю полосу и нижнюю. Вот эти два слоя. Потом нажимаю ещё раз Ctrl J и они у меня дублируются. Теперь просто переношу вот сюда, чуть ниже. Выделяю верхний слой и стрелочкой на клавиатуре нажимаю пару раз вниз. Таким образом, эта линия потихоньку аккуратненько сдвигается вниз. И сама полоса становится шире. Как видите, да, по перспективе полоска уже, пошире, ещё шире. И, соответственно, здесь будет самая широкая. Плюс расстояние между вот этими вот полосами. Это тоже нужно учитывать. Можно ещё чуть-чуть сдвинуть эти две полосы. То есть выделяете два слоя, также через Shift. И стрелочкой аккуратно на глаз сдвигаете. Нужно одну сдвинуть. Выделяете одну полосу, сдвигаете одну. Дублирую ещё раз. Перевожу. Теперь выделяю самый верхний слой. Зажимаю Shift. Ищу самый первый нижний. Кликаю левой кнопкой мыши. И здесь выбираю New Group From Layers. То есть создать группу из слоёв. И получаю папку со всеми этими линиями. Под этой папкой создаю новый слой. Беру полигонал LASA Tool. Выделяю прямо вот отсюда за границей область. Введу сюда, сюда, сюда и вот так. Теперь выбираю кисточку. Зажимаю Alt. Кликаю левой кнопкой мыши по образцу. По вот этой полосе, откуда я хочу взять цвет. И нажимаю сочетание клавиш Alt плюс Backspace. Это быстрая заливка выделения. Опять беру полигонал LASA Tool. И ориентируясь на те полосы, которые у меня есть на границу. Выделяю по вот этой стороне область, чтобы её отрезать. Delete. Можно отключить полосы, чтобы проще было. И вот таким образом удаляю лишнюю часть. Опять включаю полосы. Затем, уже ориентируясь на горизонтальные, через одну удаляю лишнее. Вот так это и делается. Теперь объединяем основную фотку, вот этот слой. И слой с дорисованными полосками. Зажимаю Shift, выделяю два слоя. New Group From Layers. Называю Zebra. В принципе, невооруженным глазом можно заметить, что пока это не выглядит однородно. Потому что здесь есть там текстура, грязь, ещё что-то. Здесь просто чистая заливка. Нужно это всё как-то более-менее сравнять. И для этого я создаю ещё один слой. Правой кнопкой мыши Create Clipping Mask. Это для того, чтобы всё, что я сейчас буду делать, применялось только к вот этим вот выделенным слоям. Выбираю кисточку. Зажимаю Alt. Кликаю по зебре. Беру отсюда пипеткой цвет. И закрашиваю. И, кстати, убедитесь, чтобы у вас здесь прозрачность стояла на 100%. Можно взять цвет отсюда, можно отсюда. В принципе, наверное, логичнее будет взять отсюда. Сейчас объясню, почему. Делаем поменьше кисть и закрашиваем. У меня здесь это отражение. Можно поставить прозрачность процентов. Я думаю, в районе 50-40 это будет окей. Нужно закрасить вот эти вот дефекты. Ближе к отражению работать мягче. Чтобы не было резких переходов. То есть аккуратно. И теперь это выглядит намного однороднее. Создаю еще один слой. Create Clipping Mask. Edit. Fill. Это заполнение. Здесь ставлю 50% серого. Режим Normal. И прозрачность 100%. Окей. Иду в Filter. Noise. И добавление шума. Здесь пусть будет там. 5-8%. И режим наложения Overlay. Это нужно для того, чтобы создать хоть какую-то видимость текстуры. Понижаю прозрачность. Думаю, процентов 30. И при этом, для того, чтобы оставить вот этот эффект только на полосах, я создаю маску. Выбираю черный цвет. Нажимаю Alt плюс Backspace. Беру кисточку. Теперь выбираю белый. Прозрачность на 100%. И просто рисую там, где я хочу, чтобы этот шум был. Потому что, если посмотреть, то на фотке есть этот эффект зерна. Для того, чтобы это выглядело еще более адекватнее. Сейчас я покажу, что нужно сделать. Главное, вот просто зарисовать сейчас вот эту зебру. Можно даже кисточку большую сделать. Теперь выделяю сам слой с шумом. Иду в Filter Blur и Gaussian Blur. Размытие. Здесь нужно подобрать, оно такое минимальное, какой-нибудь 0,5 или даже 0,4. Это будет соответствовать, в принципе, фоновому шуму, который вот здесь вот есть. Создаю новый слой под папкой. Перед этим можно кликнуть на папку с зеброй. Взять кисточку, зажать Alt. Также пипеткой еще раз взять образец цвета. Кликаем вот сюда, где этот цвет. И передвигаю вниз чуть-чуть вот это положение, чтобы цвет был потемнее. Возвращаюсь на созданный слой. Включаю папку, которая у меня с направляющими. Здесь, кстати, можно поправить некоторые элементы. Но в целом все ровно. Делаю копию первого слоя. Первый слой у нас был с этой полоской. Выбираю Move Tool. И чуть-чуть наклоняю эту полоску. Двойной клик. Перетаскиваю. Создаю дополнительную направляющую. Чуть-чуть наклоняю, потому что все-таки должна быть перспектива. Так, здесь поуже, здесь пошире. Ну и теперь возвращаюсь на тот слой, который я создал. Беру полигонал LASA Tool. Кликаю на крайний вот этот угол. Зажимаю Shift. Таким образом у меня получается ровная по 90 градусов линия. Кликаю. И создаю область для выделения. Вот здесь. Вот так прям по кругу. И сочетание клавиш Alt плюс Backspace. Закрашиваю. Теперь можно отключить направляющие. Обратно возвращаемся к слою с выделением. С вот этой подложкой. И теперь нужно создать вот эту вот иллюзию того, что это раздельные блоки. Делается это достаточно просто. Для начала я подставляю полигонал LASA Tool к углу. Зажимаю Shift, чтобы линия была прямая. Дохожу до вот этой области. До следующей полоски. Кликаю. Здесь вот есть на второй полосе, где цвет вышел за границу. Его можно тоже удалить. И соответственно вот эту вот часть я выделяю. И просто удаляю на Delete. Также здесь Shift, выделение, удаляю. Shift, вниз, удаляю. И вот создается иллюзия того, что идут блоки друг за другом. Также здесь. И так полностью по вот этой дальней стороне. Сначала прохожусь по этой стороне. И потом создаю новый слой. Правой кнопкой Mesh и Create Clipping Mask. Опять полигонал LASA Tool. И теперь уже с этой стороны также с Shift выделяю. Вот здесь, где получается белая полоса, можно не стараться. И соответственно здесь тоже вокруг также можно не стараться делать ровно. Потому что это будет выходить за края. И мы этого не будем видеть. Здесь я меняю цвет. Делаю чуть-чуть темнее. И также Alt Backspace заливаю. С этой стороны Shift. Также чтобы 90 градусов. Здесь будет сложно попасть также под 90. Поэтому я дохожу до середины где-то. Вот так выделяю. Alt Backspace. И здесь уже от этого угла, ориентируясь Shift вниз, заливаю вторую часть. Здесь также до середины. Половину заливаю. И теперь от этого угла. После того, как у меня готовы две стороны. Вот это и вот это. Правой кнопкой мыши кликаю еще раз. И нажимаю Release Clipping Mask. То есть я отменяю взаимодействие этих слоев. Выделяю нижний слой. Зажимаю Ctrl. Левой кнопкой мыши кликаю. Теперь выделяю слой с боковушками. Вот с этими стенями. Выделяю. Нажимаю Ctrl Shift I. И у меня происходит инверсия выделения в другую сторону. Нажимаю Delete. И у меня удаляется все лишнее за краями. Теперь у меня это два независимых слоя. И теперь я могу продолжить работу. Опять перехожу к основе вот этой подложки. Беру полигонал LASA Tool. И теперь уже от этого края, от нижнего, примерно параллельно провожу в эту сторону. Выделяю область. Удаляю. И визуально получаю блок. То есть блоки, которые идут друг за другом. Главное сохранять примерно параллельную линию. Плюс, минус, градус. Это вообще все равно. Вот такие блоки у меня получились. И прикол в том, что вы можете перекрашивать основу. Можно выбрать любой цвет. И также можно перекрашивать боковухи. Соответственно, также вы убираете цвет. Нажимаете на вот этот квадратик, чтобы у вас перекрашивалось только то выделение, которое есть на слое. И нажимаете Alt plus Backspace. Если вы не заблокируете этот слой через вот эту кнопку, то будет закрашиваться вот так. Просто весь слой. Теперь нужно добавить объем. Для того, чтобы это сделать, достаточно создать над основой кривые. Тоже сделать Create Clipping Mask и просто опустить кривую немного. Берем кисточку, выбираем черный цвет. Ставим размер таким образом, чтобы половина этого кружка заходила на теневую часть, а половина на светлую. Но при этом, чтобы она не вылазила на следующий блок. Ставим прозрачность процентов 20-30. Кликаем. Один раз нажимаем Shift и кликаем здесь. И таким образом у меня аккуратненько стирается здесь вот часть. Чтобы это было видно больше, можно перекрасить фон в более темный. И тогда это будет видно. Опять возвращаюсь на кривые. Также здесь кликаю. Shift. Можно побольше прозрачность поставить. 48-50. Здесь, соответственно, делаем меньше размер. Shift нужно зажимать для того, чтобы была прямая линия. Потому что если вы будете делать это мышкой от руки, то, скорее всего, у вас будет вот такая вот волна. По желанию можно делать сильнее. Можно еще раз пройтись. Для того, чтобы это было также с какой-то фактурой, можно взять и скопировать шум отсюда сверху. Единственное, кликнуть на маску и залить ее белым цветом. Чтобы было по всей площади применения. Alt плюс Backspace. И перенести этот слой над группу, с которой мы сейчас работали. Опять правая кнопка мыши. Create Clipping Mask. Все выглядит однородно. Теперь смотрите. У нас фотография сделана сверху. Соответственно, если представлять, что будет вот здесь вот в области вот этой вот, где серая заливка, то ракурс в любом случае будет сверху. Я решил здесь поставить здание. Соответственно, здание должно быть снято под углом сверху. Тут есть несколько вариантов. Взять, действительно найти похожую фотографию здания сверху, что, как оказывается, на самом деле не так просто еще найти в хорошем качестве. Есть на самом деле лайфхак. Взять фотографии вот такого типа и просто их перевернуть. Но это тоже не всегда работает хорошо. Нужно брать те фасады, которые, если вы переворачиваете, они не будут сильно как бы бросаться в глаза, что их перевернули. Это нужно для того, чтобы все соответствовало перспективе. Берем лосоту, выделяем. Нужную область здесь не обязательно делать все аккуратно. Нажимаю Ctrl J и можно отключить нижний слой. Сдвигаю в середину. И сейчас стоит задача выровнять эту часть фотографии. Это можно сделать средствами фотошопа, которые уже есть. Там перспектив тул. Можно сделать это вручную. В принципе, это все делается легко вручную. Вот таким вот образом. Просто чуть-чуть поправить все эти линии. Переворачиваем ее. Нажимаю Ctrl T. Правой кнопкой мыши Flip Vertical. То есть по вертикали. Перетаскиваю ее на фотку. Этот слой должен быть в самом низу. Включаю направляющие, которые у меня находятся вверху в папке. И ориентируясь на вот эти красные полоски, я трансформирую фотку таким образом, чтобы оно все совпадало. Для того, чтобы двигать эти углы, таким образом зажимаете Ctrl и сдвигаете. Меняется перспектива. Старайтесь сохранять вертикальные линии вертикальными. Двигать только горизонтальные. Можно сделать чуть побольше. И смотрите, здесь на самом деле практически идеально. Я поровнял фончик и вот такой результат у меня получился. Можно создать кривые. Немного подубрать яркость. Hue Seteration. И все то же самое через Create Clipping Mask. Чтобы это применялось только к нижнему слою. Понизить прозрачность. Подогнать это под фотографию. Можно также создать новый слой. Взять кисточку, черный цвет. Поставить режим наложения Hard Light. И прозрачность процентов 30. Большой мягкой кисточкой. Пройтись чуть-чуть. Поставить тени. Соответственно в кривых можно в всех вот этих каналах также немного поработать над цветом. Сделать чуть похолоднее. В тенях добавить немного зеленого. Потому что у нас в целом фотографии это наблюдается. Здесь у меня зебра. Я бы хотел почистить ее. Явно лишнее. Вот здесь вот эта мусорка. Вот этот знак. Бабуля. Вот этот столб. Который можно заменить тоже вот этим маленьким столбиком. Ну и наверное камни. Вернуться к основному слою. Кликаю на него. Беру Lassa Tool. Выделяю камень. Иду Edit. Content Aware Fill. Новый инструмент в фотошопе относительно. Который работает прямо очень хорошо. Выбираете вот здесь вот. Как сохранить Output To New Layer. Чтобы он не записывал все изменения в исходник. А создавал новый слой. Здесь вы видите превью. Как это работает. И он удаляет. И более того. Можно сделать круче. Выделить один объект. Потом зажать Shift. Выделить второй объект. Потом идете опять Edit. Content Aware Fill. И он это убирает. Я избавился от ненужных вещей. И теперь это выглядит намного чище. Вот. Для примера. Было. Стало. Было. Стало. Теперь для удобства я выделяю все слои. И объединяю в одну группу. Назову например All. Делаю копию этой группы. Ctrl J. И сливаю на Ctrl E. Правой кнопкой мыши перевожу в Smart Object. Конвертку Smart Object. Кликаю два раза. Оу. И видим, что здесь много лишнего. Это можно в принципе все обрезать. С запасом. Чтобы это не занимало место. При этом не забудьте поставить галочку Delete Crop Pixels. Для того, чтобы он удалил всю вокруг эту информацию ненужную. И сейчас я хочу сделать цветокор. Перекрасить все это прям в такую осень-осень. Иду в режим Mode Lab Color. Здесь перехожу в каналы. Выбираю канал A. И кликаю на глазик слоя Lab. Иду Image. Apply Image. Выбираю канал B. И режим наложения Lighten. Здесь 100%. Все как у меня. Окей. Далее кликаю на Lab. Перехожу в слои. Создаю кривые. И в канале A немного смещаю вправо вот эту точку. Для того, чтобы добавить в тенях холодный такой оттенок. В канале B также можно сдвинуть чуть-чуть. Становится еще холоднее. Теперь закрываю этот документ. Нажимаю Да. Из-за того, что я кропнул, он, соответственно, это не отцентровал. Но это не беда. Беру Move Tool и просто передвигаю фотку так, как она у меня была. Еще создать кривые и Selective Color. Кривыми чуть поднять яркость. В каналах красный, зеленый и синий. Поработать с цветами, если вам так хочется. А в Selective Colors уже доработать по тонам. Как видите, на самом деле очень гибкая настройка. Можно еще раз объединить в группу эти слои. Сделать копию, слить и пойти в Filter, Blur Gallery, Tilt Shift. Сдвигаем вот эту среднюю часть. Это средняя полоса. Здесь зона резкости 100%. Функтиром мы можем регулировать степень размытия, именно перехода, границу. Для того, чтобы это было прям видно-видно сильно, можно Blur поставить на максимальное значение. Если я буду сдвигать эту границу, то будет видно, как это применяется. Можно увести еще даже за пределы фотографии. И этот переход, он будет более мягкий. Ну, чтобы это прям нормально, адекватно смотрелось, конечно, 500 пикселей нам не подходит. Тут, наверное, максимум 10 надо оставить. Хотя, может даже и больше. Может быть 20. Вот, 20 смотрится вообще окей. Нажимаю окей. Ощущение глубины как бы добавляется, это хорошо. И фотка становится объемнее. Вот до, после, до, после. Можно сделать чуть больше. Тут просто как бы уже экспериментируйте. Супер! Вы досмотрели туториал до конца, а значит, теперь вы можете поразить своих подписчиков в инстаграме очередной креативной фотографией. Это видео и еще больше интересных туторов вы сможете найти на сайте Asus Studio. Ссылку оставлю в описании. Если понравился видос, то ставьте лайк, делитесь с друзьями в социальных сетях и скоро снова с вами увидимся. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok